...игры, потом всё равно на соревнованиях больших приблизительно одни и те же столы попадают с одного и того же производителя. Вот то, что скрипит пол, это может действовать на нервы в такой тишине. Ты не замечал, что пол часто скрипит, и по-моему, он тоже одного и того же производителя? Тогда у него плохая реклама и репутация у этого производителя. Ты ничего не понимаешь. Это же единственный рекламный ход, который могут себе позволить изготовители полов. Это чтобы он скрипел. Как ещё привлечь к себе внимание? Написать на полу «покупайте полы» Васи Пупкина? Нет. Вот он скрипит, и всё будет. Скажи, тебе нужен такой пол, скрипучий пол. Что когда ты возвращаешься, а жена твоя спит, ты хочешь пробраться незаметно, как будто бы ты уже давно пришёл. Саша, у меня нет жены. Ну, я на перспективу. У тебя же нет своего дома, что после этого дуба выполняешь о перспективе, как Алекс на перспективу играет. Хочешь, чтобы в итоге выиграть турнир? Кто его знает? 2-2. Быстренько сравнивал. Сейчас не без помощи Эфри Нарайса, скажем прямо. Соловьёв обещал интригу. Получите. 2-2. Хотя всё могло бы сложиться иначе, если б Эфрин отыгрался посимпатичнее. Ух! С трудом, с большущим трудом единица таки и завалилась в среднюю лузу. Ну что, лёгкой позиции на горизонте не просматривается по причине того, что двойка уперлась в короткий борт аж по центру. Да и биток невыгодной позиции. Эти шары посередине выстроились, как во время трикшота, когда нужно обвести шары, выстроенные в одну линию от одной средней лузы к другой. Смешно. Да, изгородь такая, захудаленькая. Только я хотел предложить 4 борта, как стало ясно, что двойка видна. А вот сверху нам так не казалось. Абсолютно. Вот отсюда. Кажется, что нужно змейкой вот так вот ползать. Какой план у Алекса? Да, отыгрывается, отыгрывается. Нет. И это понятнейший план. А, дарнейшим образом. Какой? Существуют же варианты. Либо ты пытаешься развести шары одновременно, чтобы они расходились. Либо один оставить на месте. Да, либо тонко попадаешь во второй шар, вводишь биток. Или наоборот, потолще. Да, чтобы биток остался на этой стороне стола, а двойка двигалась. Но на сильном ударе перспективный был ход, при счете, что вот мы говорили про эту изгородь, и она могла бы сослужить нехорошую службу для Алекса. В итоге все оказалось значительно проще для Эфрина. Беспроблемная партия получилась. Слушай, а может быть это не пол скрипит, а ботинки для аппарата Елизарова? Нет, могу сказать, что аппарат Елизарова не скрипит. Не дай бог вам узнать. Вот чтобы у обоих были кожаные ботинки, изнутри еще была кожа, да они еще на босу ногу бы их носили. Слушай, сейчас Аферн Райс похож на мексиканского бандита. Вот эти вот усики и бородка делают его таким дерзким. А сомбреро там нет? На разводе не висит и есть. Ничего себе, оттягивает шар через весь стол. А сейчас, спустя всего лишь 7 лет после вот этого турнира, Ефрин Райс похож на бабушку. Мы это уже обсуждали как бы давно. Ну да, как все меняется. Был мачо, стал бабушкой, даже не дедушкой. Ой-ой-ой, вот это был бы конфуз. Для болельщиков. Как бы они разочаровались. Он сразу начал чесать с затылок. А что там болельщиков, по-моему, им все равно, они нейтральные. Ну, Эфрин был. Я думаю, когда был юн, пошутил, но бабушка, наверное, его мечтал бы. Как я бы хотел, чтобы ты, внучок, был похож на меня. Ну, и обязательно бабушка, но только в старости. Приходи лет через 60. Смотри, вот сейчас. Сейчас после разбоя единица ударилась чуть ли не в бриллиант на длинном борте, так далеко от лузы. А при новой постановке разбоя, которую ты так критикуешь, все время единица падает в середину. Ну, не все время, на самом деле, и при классической постановке единицы так же часто может падать в середину. Важно попасть. Ну, а что ты тогда возмущаешься? Плюс установка пирамиды. Это тоже очень важный момент. Могут оставлять щель, там уже будет чуть-чуть другой расклад. Прогнозировать на 100% невозможно. Неоднозначная позиция для Алекса Лели. Попытается рассмотреть вариант, сыграть от четверки по семерки, чтобы семерка еще забила девятый. Но, по всей видимости, от этого плана, наверное, не получится. Может, лучше от тройки подбить? Да, такой вариант тоже возможен. Но это, к сожалению, тебе не стрейт. И даже не восьмерка, чтобы у тебя были какие-то страховочные шары. Можно подбить опять-таки не в свою пользу. Ну, просто четверка здесь находится на переднем плане. Мне кажется, что если подбивать отсюда, то четверка все равно окажется на игре, ну, хоть как-то. А биток? Я бы не рекомендовал увлекаться настолько частыми подбоями в девять шаров, когда вы играете. Все-таки имеет смысл. Если бы лучше попытаться нарисовать себе вариант отыгрыша. Если уж совсем нет никаких возможностей. Ну, можно было не играть, допустим, не сбивать третий шар, а попробовать отыграться и спрятать там через два борта за девятый, седьмой шар. Прячет от четвертого, да? А, нет, прячет. Прячет, да. Потому как все правильно спланировали. Интересно, сейчас Эфрин решится попадать или сделать такой технический фол? Накатит, допустим, какой-то шар так, чтобы у Алекса не было возможности легкого отыгрыша и постановки маски. Можно, ведь, проигрыш в парке, если вы делаете три подряд. Ого. Гудини. Гудини. Фолк? Как фолк? А, семерки сначала коснулся. Ну, в любом случае, я считаю, что мы имеем право с уважением отнестись к этому удару. Технически был исполнен очень сложно. Ему самому понравились глаза такие хитрющие, хитрющие. Чуть-чуть упразднил задачу для Алекса. Сейчас классический будет тоталаж с постановкой вплотную на девятый. И коридора практически нет никакого. Да, задачу волшебник. Теряюсь в догадках, что предложить. Ой-ой-ой, смотри. Ну, такой вариант не лучший. Частенько происходит, когда вы играете сильно через борт, так, чтобы он от борта подпрыгивал и перескакивал. Такой есть технический ход. Но частенько люди перебарщивают силы. Очень сложно рассчитать. В конечном итоге удар с руки может получиться. Но все равно, молодец. Все возможности стола, все хитроумные способы Эфрию продемонстрировал. Как наглядные пособия для стремящихся. Ходячие рекламные пособия. Знаешь, сейчас по новому закону о рекламе запретили передвижные рекламные билборды, так называемые. Ну, вот, которые на газели вешают. Потому что они вроде как пробки создают. А вот, интересно, входячие рекламные пособия можно запретить? Ведь Эфрия Нарайса. Чтобы не ходил и пробки не создавал вокруг стола. Представляешь, за ним сколько ходит человек, который говорит, ну научи, ну научи, ну научи, ну научи. Ну, по-моему, сейчас только берут у него автограф. В надежде, что когда-нибудь этот автограф принесет им приличные деньги. Вот смысл собирания автографов. Не знаешь, у всех по-разному. Если посмотреть, на каких предметах они иногда берутся, то я затруднюсь с ответом. Вот ты бы на каком предмете попросил у Алексея Леонидовича. Смотря для кого. Об этом мы обязательно поговорим. Тишина в студии образовалась. Затаили дыхание. Положилось такое впечатление, что еще бы мгновение, и Алекс Леев прыгнул бы вслед за своим кием на стол. И выпрыгнул бы новым человеком. Его бы мгновенно оштрафовали, и сказали, что вы во время удара оторвали обе ноги. А по правилам это не разрешается. А когда заканчивается момент удара? Для того, чтобы можно было уже ногу оторвать. Обе. Когда ты произвел удар, и уже шары катятся без твоего участия, тогда ты можешь хоть в присядку танцевать. Вокруг стола. Представляешь? Было такое? Я не видел. Но ты хочешь поучаствовать? Зато я знаю человека, который мог бы. Если бы только корни этнические не подкачали бы. Алекс Погулоян. Человек-присядка. Удачным образом мы бы скатились шары. Нет никаких сложностей. Все абсолютно стандартно. Все скучно и неинтересно. Подожди, что ты называешь скучно? Стандартно. Скучно тебе то, что Алекс нигде не может ошибиться? Конечно, скучно. Наоборот, это же замечательно, что человеку предоставился прекраснейший шанс после разбития. Продемонстрировал, что он в состоянии собрать всего-то на все восемь шариков. Ну, все-таки девять. Ну, один-то, если он продолжает, как минимум должен был упасть в лузу, иначе тогда был переход хода. А тот он... Мамма миа! А тот он разве не сам уложил в лузу? Разбой же тоже его. Слушай, я чуть не пойму, раньше больше люди ошибок, что ли, делали? Мы сейчас вот в современных матчах, по-моему, таких ляпок мало набидаем. Да нет, ну а что, у них много ошибок. Ну, вторая ошибка по забитию шара у Алекс Леонидов. И две ошибки допустил тот же самый Эхрен. Я один раз отыгрался бездарно. Алекс, и все, все ошибки. Вот все, и счет 4-3. Так и получается. Две покладки, одно по выходу, грубо говоря. А это только покладки две. И все, вот здесь счет 4-3. Разбивает по очереди. Да, любимая, приятная мною. Мне музыка бодрит в столь поздний час. Жаль, она фоном всю дорогу не идет. Представляешь, они вот так с легкой подтанцовкой были. Прямо было бы, кстати, такого? Потому что, например, прыжки в высоту с 6-м под музыку есть. Отдельный турнир прям проводится. А так вот, чтобы музычку трин-трин-трин. Пока, к сожалению, я не нахожусь у власти. Так, чтобы всем наказать. Играем в соревнования исключительно под легкую музыку. По крайней мере, хотя бы под джазом. Может быть, кто-нибудь хочет под харта играть? Мне частенько доводилось играть под легкую музычку. Могу тебе сказать, играется значительно лучше, веселее. Как-то оптимистичнее ты смотришь. Смотрим, да. На сложившуюся ситуацию. Ну, что посмотрите? Повеселей, чтобы он взглянул на ситуацию. Видна она, что ли? Похоже, нет. Не очень хорошо, режиссер. Работает, увлекается периодически крупными планами. Теряется перспектива стола. Да нужна ли нам перспектива? Мы же за эмоциями следим. Историческим моментом. Интуитивно представлять, что может в конечном итоге сложиться. Да, аплодирует, аплодирует. Дуплет и безукоризненно. Красный-то виден хоть? Край так точно виден. Такую резку. Краешком тонкой линии, как плылось в песне. О-о-о, виден и не только. И кладется. А здесь они ничего не аплодируют. Да. Люди любят дуплеты. А здесь такой удар замечательнейший. Считать, что если ты забиваешь напрямую, даже если ты играешь в такой сложной, резке, нормальной явлении, еще люди не думают, что надо силу было рассчитать, чтобы выход получился. Вот это и говорит, что в целом пока еще большинство людей недопонимают Циммеса в этой игре. И где надо аплодировать, где не надо, где хотя бы надо после окончания движения шаров аплодировать. Потому что иногда раз люди ударят, шар катится гарантированно в ту зону, откуда продолжение не может быть. В лучшем случае чего-то говоришь. А люди там аплодируют. Давайте.